Незаслуженно обделенный вниманием подсолнечный мед полезные свойства и противопоказания. Расскажите про подсолнечный мед полезные свойства и противопоказания. Слышала, что его очень полезно кушать при гастрите, а у моего мужа как раз обострилась эта болезнь. Собственной пасеки у нас нет, но есть небольшой участок земли, которую сами обрабатываем. В этом году засеяли его подсолнухом, а сосед попросил поставить свои улья. В благодарность он дал нам целых три бутыли ароматного меда. Интересно бы узнать, чем он отличается от других видов и какими свойствами обладает. Особую ценность имеет монофлорный мед, который получает из нектара одного вида растения. В силу понятных причин, ведь пчел невозможно заставить собирать пыльцу там, где нужно пасечнику. Получить такой продукт достаточно трудно. Приятным исключением является подсолнечный мед, полезные свойства и противопоказания которого ценятся не ниже, чем у других видов меда. Чтобы получить мед из подсолнуха, всего-то и нужно расположить пасеку на поле, засеянном подсолнухом. Эта культура считается отличным медоносом и полосатым тружиницем просто не нужно будет никуда летать. Имея буквально на расстоянии крыла целое поле цветущих подсолнухов, пчелы сами никуда не уйдут, не улетят из своих ульев. А полученный из такой пыльцы продукт будет отличаться и вкусом, и видом, и составом, и полезными свойствами. Подсолнечный мед – полезные свойства и противопоказания мед из подсолнуха богат на фруктовый сахар, которого содержится более 30%. Он очень калорийный, ведь больше 80% составляет глюкоза. Ценится такой мед изофитонциды, благодаря которым он получает антиоксидантные свойства. Кроме того, богат мед на натуральные ферменты, аминокислоты, витамины группы КНРР. Из микроэлементов монофлорный подсолнечный мед содержит больше всего йода, магния и калия. Это делает его незаменимым в ежедневном рационе людей с проблемами сердца и щитовидки. Полученный из нектара подсолнечника мед несложно отличить от других видов, ведь он приятно пахнет цветущим подсолнухом, а когда постоит, напоминает аромат кураги. Обладает характерной горчинкой, царапает в горло при пробе. Наиболее ярко выражена она у свежего меда. Свежесобранный мед имеет насыщенный золотистый янтарный цвет, который после засахаривания просто становится желтым. Лечебные свойства подсолнечного меда благодаря своему богатому составу такой мед оказывает положительное даже целебное действие на наш организм, а именно успокаивает нервную систему, снимает стресс и избавляет от бессонницы, налаживает обмен веществ, снимает воспалительные процессы, особенно при простудных заболеваниях, разжижает мокроту и способствует ей ее отхождению при бронхитах, уничтожает микробы, даже при наружном применении, благодаря чему используется для лечения кожных заболеваний, укрепляет сердце и сосуды, стабилизирует давление и пульс, налаживает работу печени, желчного и мочевого пузыря, выводит жидкость и снимает отеки. Кому не рекомендуется употреблять мед из подсолнуха, прежде всего, остается под категорическим запретом любой мед, в том числе и из подсолнуха. Для тех, у кого аллергия на цветочную пыльцу, также не рекомендуется давать его маленьким детям, беременным и кормящим. При наличии сахарного диабета и ожирения употреблять мед следует после консультации с врачом и обязательно в умеренном количестве, чтобы не усугубить течение и заболевания. Подсолнечный мед – полезные свойства и противопоказания. Монофлорный полученный из нектара подсолнечника мед несложно отличить от других видов, ведь он приятно пахнет цветущим подсолнухом. А когда постоит, напоминает аромат кураги. Обладает характерной горчинкой и царапает горло при пробе. Наиболее ярко выражена она у свежего меда. Свежесобранный мед имеет насыщенный золотистый янтарный цвет, который после засахаривания просто становится желтым. Лечебные свойства подсолнечного меда благодаря своему богатому составу такой мед оказывает положительное и даже целебное действие. На наш организм, а именно успокаивает нервную систему, снимает стресс и избавляет от бессонницы, налаживает обмен веществ, снимает. Воспалительные процессы, особенно при простудных заболеваниях, разжижает мокроту и способствует ее отхождению при бранхитах, уничтожает. Микробы, даже при наружном применении, благодаря чему используется для лечения кожных заболеваний, укрепляет сердце и сосуды, стабилизирует. Давление и пульс налаживает работу печени, желчного и мочевого пузыря, выводит жидкость и снимает отеки. Кому не рекомендуется употреблять мед из подсолнуха, прежде всего, остается под категорическим запретом любой мед, в том числе и из подсолнуха. Для тех, у кого аллергия на цветочную пыльцу. Также не рекомендуется давать его маленьким детям, беременным и кормящим. При наличии сахарного диабета и ожирения употреблять мед следует после консультации с врачом. И обязательно в умеренном количестве, чтобы не усугубить течение заболевания.